Никакого Хамаса, я полагаю, на территории Газы в ближайшее время не будет. Это кто-нибудь. И это не про евреев. Это ведь мировая проблема, и мы видим улюлюкающих от радости людей по всему миру. Конечно, тут есть и российские уши. Если это станет мейнстримом, тогда, ну, я думаю, нам стоит всем заранее попрощаться. Здравствуйте! Это «Текущий момент», новый выпуск вашей любимой передачи. Меня зовут Елена Малаховская, я ее постоянно веду. Сейчас на связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте! Добрый день! Да, прямо сейчас перейдем к обзору главных событий ушедшей недели, ну и того, что происходит уже на этой неделе. Попрошу только буквально 10 секунд дам на то, чтобы те, кто не против поставить нам лайк авансом, могли это сделать, или, может быть, если до сих пор не подписаны на Ходорковский лайв, тоже сейчас самое время. И начинаем. Чудовищные события в Израиле и в секторе Газа. Я намеренно не буду показывать оттуда кадров. Я думаю, что многие наши зрители насмотрелись на них дорезе в глазах. И кто, у кого это в силах, тот смотрел изоблёренные кадры с предупреждениями о насилии. Те, кому и кто нет, тому, я думаю, хватило и фотографий, убитые женщины, дети, которых забрали в заложники. Этому невозможно найти оправдание никакими территориальными спорами. И вот сейчас уже из Палестины поступают тоже страшные кадры, сотни убитых, и тоже и дети, и женщины. Газа будет в блокаде без еды и электричества. Это всё какой-то кошмар. И я только хочу спросить, с какими вы это мыслями всё переживаете, Виктор Анатольевич? Ну, в общем, вы более-менее можете представить себе и мысли, и чувства мои. Я думаю, что даже не надо быть гражданином Израиля для того, чтобы испытывать эти чувства и думать эти мысли. Для Израиля это не то чтобы беспрецедентно. Это очередная война. И война, как всегда у Израиля, за выживание. Потому что речь идёт об уничтожении Израиля и евреев. И вопрос стоит именно так, и он стоит так, собственно говоря, с 48-го года. Никак иначе. Сотни миллионов вокруг, и в уставе многих государств записано уничтожение Израиля. Это очередная война. Это тысячи погибших, а речь идёт, видимо, суммарно будет именно около тысячи погибших, я думаю. Тут надо понимать, до какой степени израильское отношение к человеческой жизни, оно не российское. Это Россия, путинская Россия, да не только путинская. Сталинская, какая угодно. Может позволить себе, так сказать, десятками тысяч, сотнями тысяч. Бабы ещё нарожают. Да, убивать своих детей, чужих детей тоже, но и своих тоже, да. Это наплевательское отношение к человеческой жизни, расходный материал для империи, люди. Да, в Израиле совсем другое отношение. И тысячи погибших, это невероятно для Израиля. Это чудовищный провал разведки, обороны, это само собой. Но результат чудовищный. Это совершенно недопустимая потерь. Это Путин может себе позволить, повторяю. Сто тысяч, двести тысяч, мы погибших в Отечественную войну не посчитали. Плюс-минус пять миллионов, да. А для Израиля это невозможная цена, огромная цена. Это катастрофа. Это катастрофа. И именно как катастрофу и продолжение Холокоста и следует рассматривать то, что происходит. Никакие территориальные претензии, никакая юрисдикция Иерусалима совершенно не волновала тех людей, которые, так сказать, устраивали дискотеки на трупах, там, торжества, сажают в клетки детей, да, издеваются, насилуют, да. И этот праздник огромного количества людей, праздник по поводу массовой гибели евреев не имеет никакого отношения к юрисдикции Иерусалима, к каким-то территориальным спорам. Те, кто это делали, в основном родились или выросли. 30 лет уже, почти 30 лет, да, газа на самоуправлении, пожалуйста. 30 лет, миллиарды долларов вкачаны в эти вороватые нормы, миллиарды. Эти люди, которые пришли из газы, вот 30-летние люди, родившиеся, родившиеся уже при независимой газе. Их за это время, да, знаете, миллиарды, вкачаны в газы, миллиарды европейские, в маленький кулачок земли, из этого можно было сделать Монте-Карло в эти деньги. Все, естественно, разворовано, а этих людей, этих мальчиков и девочек не научили ничему, кроме того, как убивать евреев. Ничего они не умеют и не хотят уметь. И это настоящая трагедия палестинского народа, разумеется, который в заложниках у Хамаса много десятилетий. Но это трагедия, разумеется, Израиля, потому что договариваться пытались, договариваться мы видим нет никакой возможности, потому что, повторяю, это не спор, это вопрос не об Иерусалиме, не о каком-то статусе газа, да, и так далее. Все, после Осло. С 94-го года, милости просим, делайте Монте-Карло на те деньги, которые у вас есть. Нет, никто не собирается делать Монте-Карло. Это война с Израилем, это единственная повестка дня, уничтожение евреев, главное занятие которому, ну, помимо воровства верхушки, у верхушки воровство, а для народа придумана вот такая забава, убей еврея. Это и забава, и народ пробавляется, значит, три десятка лет, ну, собственно, и раньше. Это трагедия. Это трагедия Израиля, это новая война, полномасштабная война. Такого не было много-много лет, и такого количества уже, собственно говоря, полвека, как раз полвека с войны, с той войны, с одного дня. Дальше по поводу гибели мирного населения в Палестине. Безусловно, хотя Израиль воюет совершенно по другим правилам, да, и предупреждает, и просит покинуть, насколько возможно, и предупреждает об ударах, но жители Газы, заложники у Хамаса, никто, да, это старая тактика, прикрываться детьми и женщинами и ставить зенитки на школах, чтобы после ответного удара, да, выносить окровавленных детей под телекамерой либерального BBC, да, или CNN. Это тактика войны. И до какой степени для Израиля гибель каждого человека, это, каждого человека, это трагедия, до такой степени это просто продуманная циничная тактика. Чем больше погибнет мирных жителей, тем лучше для Хамаса, который предъявит это, да, в качестве очередных преступлений израильской военщины. Сегодня, я думаю, уже политики не остановят армию. Сегодня вопрос с Хамасом должен быть решен после произошедшего. Никакого Хамаса, я полагаю, на территории Газы в ближайшее время не будет. Это вполне по силам, и, повторяю, это был вопрос политики. Политики тормозили армию и давали решить это военным способом. Все-таки планировали договариваться. Ну вот мы видим, к чему приводят договоры все с людоедами. Это хтонь. Еще раз скажу, не только юрисдикция Иерусалима. Я уже писал об этом, только что написал об этом. Я полагаю, что и религиозные мотивы надо отставить прочь, договариваться по Декарту о значении слов. Я уже писал об этом, только что написал. Многоцветие Кораны, еврейские пророки в Коране. Все это совершенно не заботит тех, кто вырезает кибуцы на границе с Газой вместе с детьми. Эти люди, тут надо договариваться о терминах. Это опасные сумасшедшие. Они завели себе шизофреники. Опасные шизофреники, которые завели у себя в голове маленького и злобного, как они сами, Аллаха. И именем Аллаха убивают детей. Давайте все-таки разделять шизофрению и личную веру. Это опасная шизофрения. И израильтяне, живущие по соседству с этим опасным, вооруженным и мотивированным, сумасшедшим, мотивированным на убийство, конечно, вправе обеспечить свою безопасность и безопасность войти. Не просто вправе, они обязаны это сделать. Но мы говорили об этом применительно к немцам в 40-х, применительно к россиянам сегодня под Путиным. Народ попадает в заложники к своим бандитам и потом дорого платит за свое заложничество. И сегодня платит, без всякой иронии, несчастный палестинский народ платит за то, что попал в заложники к бандитам из Хамаса. И вот он платит за это, потому что погибают, да, я надеюсь, погибнут и те, кто планировали и осуществляли эту операцию, погибнут и полевые командиры, и руководители. Я думаю, что с ними все решено, будет обязательно. Но, к сожалению, да, гибнут и мирные люди, заложники. Но это заложники не Израиля, это заложники, которые, Хамаса. Хамас, которыми Хамас прикрывается, которыми прикрываются негодяи, которые развязали и поддерживают эту войну. Ничего хорошего в этом нет и быть не может. Это хтонь, которая легитимизирована. Повторяю, это прежде всего хтонь. Это не в рамках юрисдикции Иерусалима об этом надо говорить, и религиозной войны. Это прежде всего хтонь легитимизированная, это первобытная. Когда мы видим человека, который тащит за волосы убитую или изнасилованную женщину и улюлюкает от радости, или убивает детей, чужих детей, потому что они чужие. Это хтонь, это, так сказать, пещеры. Это пещеры, в которых мы в очередной раз оказались, по предупреждению Станислава Яжелеца, у каждого века свое средневековье. Вот мы видели на экранах свое средневековье. На какой степени это средневековье можно понять из того, что они сами снимают это и выкладывают. То есть они не видят в этом, собственно говоря, ничего плохого. Это просто нормально. Это они торжествуют победу, не скрываясь. Их победа в том, что они убили эту женщину, да, или изнасиловали, и посадили в клетку еврейского ребенка. Они это воспринимают как свою победу. Тут нет никакого стеснения. И это означает, что мы имеем дело просто с первобытной хтонью. И я писал об этом, простите, что повторяюсь, но если это проблема Израиля, если это все считать только проблемой только Израиля, то только в том смысле, в котором живущий через стену от вас опасный вооруженный сумасшедший, убийца, серийный убийца, представляет опасность только для вас и только ваша проблема. Я написал, что мне кажется, микрорайону стоит тоже как-то навести глаза на резкость. Это ведь мировая проблема, и мы видим улюлюкающих от радости людей по всему миру. И это не про евреев. Мы помним, как в палестинской автономии улюлюкали на 11 сентября. Улюлюкали от радости. Какие праздники, какие салюты были. По поводу гибели трех тысяч человек, неизвестных им просто, да, просто трех тысяч американцев. Какой был праздник в палестинской автономии. Оператора, который это снимал, убили они потом, потому что он, конечно, сильно повредил их, простил господи пиару. Но сейчас они не стесняются, мы видим, да. Посмотрим, как среагирует мир. Мне кажется, что мир вроде бы навел немножечко на резкость после того, что произошло. Посмотрим, надолго ли мир навел на резкость. Но то, что ООН не приняла никакого заявления по произошедшему, и ограничилась предложением мира, ну давайте жить дружно, ребята. Какой кот Леополь. Да? После вот того, что мы увидели. После тысячи зверств и убитых мирных жителей. Это означает, что нет никакого ООН, это надо просто понимать. ООН нет. Это как Лига наций перед войной, которая никого не интересует. При наличии такого количества альфа-санкцов. Но повторяю, человечество совершенно очевидно в последние годы пошло в разнос. Совершенно невозможное стало возможным. Путин в значительной степени легитимизировал новые возможности. Если можно, да, если можно делать то, что мы делаем на Донбассе, да, Россия. Если можно развязать войну России посреди Европы, то почему нельзя Эрдогану, почему нельзя Азербайджану, почему нельзя Хамасу? Это можно. Это теперь такой новый мир судный. До определенной степени. И вот мы живем в этом новом мире. Сознание, как всегда, немного отстает от реальности. Мы еще по инерции. Старая терминология, да, совет безопасности ООН. Но мир-то уже новый. Мир, в котором хтонь вот эта, уголовная хтонь, первобытные правила, которые мы видели, вот видео. Это все, вот, это вот все первобытная агрессия. Это люди, да, какой там Магомед, да, это до всякого Магомеда. До всякого Магомеда, уверяю вас. Это просто хтонь. И эта хтонь сегодня торжествует победу пока что. Я надеюсь, что у человечества, я говорю не только об Израиле, у человечества все-таки найдется остатков ума, навести ситуацию на резкость и понять, что это не проблема Израиля. А Израиль сегодня форпост цивилизованного мира. Мира, где невозможно улюлюкать по поводу массовой гибели мирных людей. Потому что если это станет мейнстримом, тогда, ну, я думаю, нам стоит всем заранее попрощаться. Ну, вы и сами, Виктор Анатольевич, вспомнили Путина. Ну, и как его тут не вспомнить от формальности, заключающейся в том, что все это началось в его день рождения, до конкретных фактов. Россия фактически заключила военный союз с Ираном. Кремль имеет контакты с Хамасом, это тоже не является секретом. Личный антисемитизм российского президента, кажется, тоже не подвергается сомнениям. Это конфликт точно на руку. Путину здесь тоже не дают пропагандисты, кричат об этом. Киасаян, он прямо с экранов говорит. Но все-таки не слишком ли мы его в этом смысле демонизируем? Может, это типа удача ему на руку? Да. Но то, чтобы он как-то в организации этого поучаствовал? Ну, этого мы не знаем. Это вопрос задал Сергей Пархомин, наш коллега. Нихуда бы разведкам заинтересоваться, до какой степени произошедшее связано с визитами Хамаса. И подробными переговорами год назад один из захваченных командиров Хамаса дал показание, что этот год готовилось. Это совпадает с сентябрьским прошлого года визитом главы Хамаса в Москву. Это, возможно, безусловно, Иран помогал. Степень организации этого нападения явно не палестинская. Организации и технического оснащения. Это явно обученные и обученные хорошо. Ираном, Москвой, но ничего нового. Когда вы говорите о демонизации, то это лично иррациональное. Послушайте, как справедливо заметил мой коллега Михаил Шевелев и друг, значит, стоит в Москве памятник Примакову. Евгению Максимовичу Примакову, который с рук, с ладошки кормил Арафата, который, да, при котором еще в советское время, полвека назад, все это палестинское сопротивление, все эти бойцы палестинского сопротивления, их готовили у нас в Крыму, простите, Крым наш. Ага, вот это точно. В Крыму готовили всех этих бойцов, да. Примакову стоит памятник в Москве, никто ничего не скрывает. Мы союзники Ирана, сегодня мы, Россия, союзники Ирана, союзники Хамаса, да. И в тюрьме сидят мирные мусульмане, да, Хизбут, Тахрид, сидят в тюрьме сотнями, да, сидят в тюрьме свидетели Иеговы, да, а Хамас, а Хамас у нас, значит, легитимный партнер. Хамас, талибы. Поэтому тут некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Конечно, тут есть и российские уши. До какой степени это буквально было организовано Россией, или все-таки Ираном, или совместно этом, я знать не могу. Но, в общем, повторяю, подозревать некрасиво, когда вполне уверен. Советский Союз, Россия, сегодняшняя Россия, она наследница, наследница Примаковского, да, Примаковского Советского Союза. Тех, кто, собственно, этот гнойник сооружал изо всех сил. И ничего иррационального, да, демонизируем. Это вполне рациональное было, что в советское время, что сейчас. Конечно, это на пользу, произошедшее явно на пользу, если искать бенефицаров. В том числе, безусловно, на пользу Путину. Потому что с Украины внимание перешло на Израиль. И, так сказать, в этой мутной воде, конечно, он ловит очень умело свою подлую рыбу. Но еще раз все-таки сфокусируемся на людях. И я говорила, что не буду показывать видео из Израиля. Их очень много, и все они страшные. Но есть видео человеческое. Максим Галкин сегодня, например, записал и сказал, что они с Аллой Борисовной остаются в Израиле, никуда не поедут. Вот сейчас покажу фрагмент Галкину, вот просто, чтобы передать его эмоцию. Мы уже много лет граждане Европейского Союза. У нас есть европейские паспорта. И мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных европейских стран. Без проблем. Хоть завтра. Но мы выбрали Израиль. Потому что я очень люблю эту страну. Потому что мне здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Так же, как мы всегда чувствовали себя в России. Я еврей по маме. Это часть меня. Поэтому мы выбрали Израиль. И ни одну минуту об этом не жалеем. И сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни, мы здесь. И даже не рассматривали возможность куда-то уехать. Почему люди, даже как Максим Галкин, которые не так давно живут в Израиле, но почему, откуда вот этот дух, вот этого единения, которое мы видели, как мобилизованные израильтяне, с каким настроением, спокойствием, уверенностью идут воевать. Это государственное дело? Государство так организовало народ и жизнь? Или что-то другое? Во-первых, я хочу сказать, что я рад за Максима. Мы знакомы сто лет, что называется. Я очень рад за него, за его интонацию, за его позицию, за его выбор. Я просто за него рад. А по поводу Израиля, понимаете, да, вы меня выталкиваете в пафосную зону. Но, тем не менее, раз уж вытолкнули, то скажу. Понимаете, страна Израиля – это страна людей Израиля. Государство не отдельно. Там свои огромные проблемы, да, особенно в последнее время. И огромные претензии у израильтян, так, своим политикам, многотысячные протесты и так далее. Но протесты именно потому, что это их страна. Это не где привяжут там Иссариум. И это нигде, пережидаемо очередного упыря, кого поставят там боты, перескачут, так боты, да, а коммунисты, так коммунисты, а Путин, так Путин. А это их страна, этих людей. Я сотни из них, да, знаю, десятки близких друзей. Это их страна. И почувствуйте, что называется разница. Война названа войной. Потери называются до одного человека. Никаких этих военных тайн нет. Да? Каждая гибель каждого человека оплакивается и фамилии известны. Люди идут защищать свою страну. Людей не гонят, да, так сказать, по разнарядке. Не отлавливают, а люди приезжают и приезжают из других стран. Я знаю нескольких профессоров, которые, да, поехали, ну, потому что могут быть полезны в этот момент. И из, я не помню фамилии, но бывший министр, который по первой специальности военный спецназовец, да, пошел воевать. Представить себе в России сегодня это, ну, не в пиаровских целях, как Рогозин там, да, надеть касочку, полезть в окоп и обратно за деньгами. А вот так. Это в России представить себе невозможно. И вот что называется, почувствуйте разницу между стыдливой спецоперацией, агрессивной, империалистической, лживой, с самого начала до самого конца, с непонятным количеством жертв, с непонятными целями. Здесь понятные цели, речь идет о жизни страны. Это их страна, понимаете, этих людей, которые идут защищать свою, свою страну. Почувствуйте разницу. И они ее защитят. И Израиль победит, безусловно, как побеждал в гораздо более тяжелые времена. Побеждал, конечно, победит. Вопрос только в цене, повторяю, тысячи погибших для Израиля. Это национальная трагедия. Опять-таки прошу сравнить с Россией, где плюс-минус 5 миллионов так и не удосудились посчитать. Это другая... Это другая... Вот хорошо бы нам это зеркало перед россиянами, если бы можно было какое-то время поддержать, чтобы была возможность поподробнее изучить и сравнить. Да, я вас в пафос вытолкала. Я вас оттуда сейчас и верну в наш бытовой привычный адок. Не волнуйтесь за это. Но я хотела сказать такую фразу, которая мне пришла в голову. Там мобилизованный, и тут мобилизованный. Но есть нюанс, как говорят в интернете. И эта разница очень даже заметна. Значит, возвращаемся к такой истории. Вернемся к Пескову. Чего уж там. Действительно, часть россиян покинет, наверное, Израиль. Показывают очереди. Возможно, это скорее туристы. Очереди в аэропорту я имею в виду. Есть неподтвержденные данные, что там где-то в очередях видели, например, Чубайса с женой его, Авдотьей Смирновой. Ну и по такому поводу журналисты решили поинтересоваться у Пескова, а не грозит ли возвращенцам чего-нибудь в России? Мне уже сама постановка вопроса очень понравилась. Но давайте послушаем ответ. Они, многие из них, релатировались, что после начала СВО, после мобилизации, если они свернутся, им здесь ничего не угрожает в Израиле? Здесь их не будут преследовать? Послушайте, граждане Российской Федерации живут во многих странах мира. И Российская Федерация – это их родина. Как родина может угрожать? Ну, Чубайс, допустим, если вернется. Давайте так, мы с вами однажды мы говорим о нашем целом. Здесь вот можно сказать только. Мне нравится наивность всех участников диалога. Журналист правда думает, что если независимый следователь из Глазга, Анатолий Чубайс, куда-нибудь вернется, то непременно в Россию, спасаясь от войны в Израиле. И Песков такие глаза делает, я прямо это самое, пригляделась. Вот такие чистые, наивные. Что? Как может родина преследовать своих граждан? Виктор Анатольевич, как может родина преследовать граждан? Давайте просветим Пескова, я не знаю. Слушайте, ну, во-первых, давайте оставим в покое Чубайса. Он с некоторых пор частное лицо. Он может уезжать, не уезжать. Мне кажется, это никого не должно уже особо волновать. У меня есть вопросы, мягко говоря, Анатолию Борисовичу, но не по поводу его релокации туда-сюда. Это его личное право, он частный человек. Что касается Пескова, он опять соврал. Я не понимаю, где события. Песков, говорящий правду, это событие. Давайте это обсуждать. Это скандал, Песков сказавший правду. А Песков соврал, ну, соврал. Мне кажется, что и Пескова мы тоже должны оставить в покое и вспомнить о нем только, когда вдруг выяснится, что он говорит правду. Тогда мы разберем этот удивительный случай. Еще один поворот истории. В России еще, в Москве, в Петербурге, когда начался этот кошмар в Израиле, люди стали выходить к посольству. И приключилось такое. Ирину Завьяу, вышедшую к посольству Израиля с плакатом, осуждающим терроризм. Мы сейчас его покажем. Вот такой вот плакат. Ее задержали и вменили ей дискредитацию армии. Как это понимать? То есть я не очень поняла, чью армию. И неужели словом «терроризм» вообще сразу наводит нашего полицейского на мысли российской армии? Ну, на воре шапка горит, или, как сказано было у Шварца, молчите, принцессы, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. Они в невинности своей, ну, это просто каминг-аут, это явка с повинной, да, конечно, они экстраполируют это, относят это на свой счет сразу. Да, конечно, это эксцесс исполнителя. Я не думаю, что кто-то звонил на Старую площадь, что делает с этой демонстранткой. Это эксцесс исполнитель, но очень выразительный эксцесс. Конечно, это проговор. Конечно, это проговор. Они прекрасно понимают, что мирный человек, выходящий против терроризма, против войны, что это, в общем, человек антипутинский. Они это кишками чувствуют, и кишками чувствуют правильно. То есть ее задержали по понятиям, которые сегодня царят в России. Ее задержали правильно. Другое дело, что просто каминг-аут получился. Да, это мы, сказал этот полицейский. Да, мы террористы. И те, кто против террора, те, кто против нас. Я все никак не заведу новую рубрику, а надо бы. Просто не могу корректно ее как-то сформулировать, но это что-то типа идиот недели. Прошедшая неделя была богата, чего уж там одна Маргарита Симонян со своей ядерной бомбой над Сибирью, чего только стоило. Но я вам приготовила свеженького, свеженькую, вернее, возможно, вы еще не видели. Более того, это будет такой игровой момент, Виктор Анатольевич, простите меня за него. Просто я сейчас покажу видео, а вы скажите мне потом, что на нем происходит. Я специально его показываю без звука. Вот, это Екатерина Мизулина, если кто... Ой, да, Екатерина Мизулина, младшая, кто не узнал, она глава организации по защите интернета, которая преследует в основном блогеров и рэперов. Вот, как вам думать, что она делает на этом видео, Виктор Анатольевич? Ну, там, знамя на шесте сзади, может, к стрептизу готовить. Я не знаю, у меня... Это такой тик-ток, понимаете? Вот этим, в принципе, там заполнен интернет, да? Там, если там полистать, ну, ты вот огромное количество девушек, которые так строят глазки, там, время-то время не раздеваются, время-то время не одеваются, ну, что-то такое. Да, поскольку ты Мизулина, то я чувствую подвох какой-то, какой-то подвох вашего. Подвох в том, что она поёт гимн России, и не просто поёт, а... Она... Подождите, это ещё не всё. Она говорит, ну вот школьники же по понедельникам поют гимн России, и я решила тоже вместе со школьниками петь гимн России. Мне кажется, её не то чтобы стоит показывать школьникам, а они как минимум будут смеяться над ней, я не знаю. Как вам исполнение гимна? Мода заведёт такую? Ну, слушайте, вы знаете, она... Ну, я не буду там называть другие фамилии. Она идёт правильным путём, она конвертирует себя. Вот, она продаёт себя, простите за такую... Она продаёт себе. Количество, да, лайков, перепостов, да, трафик. Вот она продаёт себя. Внешние данные позволяют продавать себя. На фоне Миколора, так на фоне Миколора. По такому поводу, по другому поводу. Главное, чтобы они не забывали. Видите, мы уже о ней говорим, и о ней все говорили. Наверняка это видео, наверняка там шестизначные цифры просмотра и так далее. Это то, что ей надо. Это школа Собчак, да, это всё, что... Ксения Анатольевна, конечно, не старшего, да. Всё, что угодно, да, чтобы не выходить из фокуса, чтобы о тебе вспоминали. Как ему любое упоминание, как говорят англичане, кроме некролога, да. Проклинали, любовались, хихикали, да, всё, что угодно. Но о тебе должны помнить. Вот Мизульна делает так, чтобы они вспомнили. Молодец. То есть с её точки зрения она себя конвертирует очень хорошо. Она становится популярной. Вот. Искать в этом смысл, я думаю, мы не надо искать смысл там, где его не клали. Она, так сказать, в рамках, обратите внимание, разумеется, в рамках пропутинских. То есть как-то она ничего... На фоне американского флага она ничего не споёт, да. Да, ясно, что она политически близкая, а значит, классово близкая, а значит, ей можно всё. Но она конвертирует как может. Она, так сказать, занимается своей работой. Повторяю, это ничего нового, да. Главное, что... Обратите внимание, мы на это попадаемся, и мы это комментируем. Да пропади она пропадом, ну, Господи Боже мой. Оставим это ТикТоку. Ладно, я на самом деле просто взяла её обстановочку разрядить, а то и так уже все листы закапываю. Да, это правда. Это да. Теперь рубрика «Вы находитесь здесь?» У нас тут наступила эпоха позднего Брежнева в отдельно взятой республике. Рамзан Кадыров вручил, ну, как не вручил, а присвоил звание народной артистки Чечни своей дочери Айшат. Потом удостоил звания героя Чечни своего сына Адама, того самого, который избил заключённого в СИЗО Грозного Никиту Журавеля. Ну, и уже довольно безумно всё было, пока не случилось это. Вот сегодня Рамзан Кадыров наградил Путина орденом Ахмата Кадырова высшей чеченской наградой. Правду, уточнив, что приказ о награждении был подписан ещё в 2007-м, но всё как-то руки не доходили. Ну, я хотела бы верить в такую версию, которая есть в интернете, в соцсетях, что Кадыров, видать, действительно плох, если раздаёт награды буквально как в последний раз. Ну, слушайте, мы уже хоронили Кадырова, перед этим, мне сказали, хоронили Пригожно. Всё не с первого раза, наберёмся терпения. А то, что это уже распад и маразм, но это было бы констатировали довольно давно. Ещё раз. Лад с ним, с Кадыровым, да, или не Аллах, дьявол и так далее. Но это всё делает герой России, глава российского субъекта федерации, высокий государственный чиновник. И стало быть, это не частный распад, а это, и то, что он сидит в кабинете у так называемого президента, да, и ему что-то вручает. Это всё не чеченский позор, это всё позор российский. Это, так сказать, очередная 115-тысячная, да, примета, примета вот абсолютной деградации. Вот мы говорили про Израиль, да, и про отношения государства и людей. Вот там, где государство связано с людьми, и люди ощущают страну как своей, да, там вот такое невозможно. Здесь же полный отрыв башки, то есть где Кадыров со своими, там, родными, да, всем перенаграждёнными, не вылезающими из казны, где Путин, да, и где, собственно говоря, российский народ, чеченский народ. То есть это никак не связано между собой. И невозможно представить себе никакой критики, разумеется, потому что просто критиков не будет в живых в случае чеченском, или они не будут на свободе в случае российских. Поэтому это просто отрыв, мы наблюдаем, вот что это происходило. Это абсолютный, окончательный отрыв государства от страны. От страны. Страна живёт, как у... Страна пережидает мучительно, так, да, с трудом приходя в сознание, с трудом оклёмываясь. Страна как-то существует в таком тяжёлом, в тяжёлой интоксикации, в тяжёлом отравлении военном. Да, страна как-то существует. В это время начальство друг друга награждает орденами, медалями, да, заходит в казну, выходит из казны. Там идёт своя жизнь. И вот этот вот Песков с выплаченными глазами, улыбающийся, так сказать, да, всё это не имеет никакого отношения. Разрыв полный. Разрыв между страной и теми, кто ею руководит, и куда... Теми, кто её куда-то ведёт. И этот разрыв не сулит ничего хорошего. А Израиль при всём драматизме и трагизме того, что происходит сегодня, всё-таки это страна, а не сборище варья, да, и быдло. Нет, это страна. Поэтому Израиль имеет огромные шансы, я думаю, что победит, конечно. Потому что именно потому что страна, именно потому что стоят в очереди сдавать кровь и записываться, значит, на мобилизацию на войну. Именно поэтому Израиль победит. И именно поэтому Россию ждут после обрушения какого-то сползания окончательного, ждут довольно тяжёлые времена. Ещё один виток довольно длинной общественной дискуссии произошёл по поводу интервью, которое дал Дудю Пётр Верзилов. Он в этом интервью открыто сказал, что воюет в составе ВСУ и после этого сложил себя полномочия издателя «Медиазоны», чтобы вот этот его выбор никак не отражался на отношении к изданию. Разумеется, новый виток обсуждения. Кто-то проклинает Петра Верзилова, говоря, что нельзя убивать своих. Но это, собственно, дискуссия с самого начала войны в Украине идёт. Как вы на этом этапе войны к ней относитесь? Ну, послушайте, какие свои? Кто мне свои? Ну, я там, да, не воюю в окопе буквально, но кто мне свои? Убийцы Буча и Мариуполя? Кто мне свои? Кадыров, Пригожин? Нет, не свои. Нет, рисунок, общий рисунок на паспорте – это фиговый общий знаменатель. Это никакой общий знаменатель, просто нулевой. Если говорить о водоразделе. Нет, водораздел проходит не по паспорту. И для Верзилова, и для меня – свои те, кто воюет за свободу Украины, против путинской империи, против Путина. Это свои. Те, кто воюет на стороне Путина, я могу к ним по-разному относиться, и я уже говорил об этом, я все-таки разделяю, так сказать, пушечное мясо и военных преступников. Иногда пушечное мясо, люди из пушечного мяса становятся военным преступником. Это другой вопрос. Я разделяю свое отношение к ним, но своими они мне не являются. Верзилова понимаю прекрасно. А тех, кто не понимает этой простой вещи, что нравственная оценка человека, не проходит по его паспорту, и паспорт не является. То есть паспорт является общим знаменателем для матушки истории. Вот все россияне будут платить за то, что попали все. И Верзилов платит, разумеется. Платил отравлением, заключением, бегством. Он платил. И все будут платить каждой свою цену. На кого Бог пошлет как. Но все россияне платят за то, что попали в заложники путинской банди. Точно так же, как палестинцы будут платить и уже платят за то, что попали в заложники Хамаса. Вот с точки зрения исторической ответственности, которую налагает Клео, муза истории, на народы, цивилизации, религии, по большим площадям. Вот тут имеет значение рисунок на паспорте. А в этическом отношении, в отношении между людьми, это вообще никакой общий знаменатель. Все линии перфорации проходят по другим. Для меня, по крайней мере, рисунок на паспорте не означает ровно ничего. Если вы спросите, как вы относитесь к обладателю такого паспорта, такого, такого. Вы знаете, ни двуглавый орел, ни трезубец, ни какой-то лев, ничего. Ничего не говорит, ничего не может мне заведомо сказать о моем отношении к этому человеку. Я должен понять отношение к человеку, я должен его увидеть, услышать, узнать его позицию по ряду вопросов. Тогда я пойму, свой он мне или чужой. А паспорт это оставлено для погранконтроля и муза истории Клео. Мы записываем эту программу в понедельник, 9 октября, поэтому я буду говорить сегодня, но для вас, уважаемые зрители, которые будут нас смотреть только во вторник, это будет уже вчера. Так вот, сегодня, 9 октября, день рождения Бориса Немцова, ему исполнилось бы 64 года. А знаете, у нас самое популярное видео на канале Ходорковский лайв, это видео с Борисом Немцовым, предсказание, которое сделал Борис Немцов о том, что с нами будет дальше. И вот еще одно, тоже очень точное, короткий фрагмент. Путин прост как песня. Власть и деньги, больше ничего. Так вот, что произошло? Человек каждый может заболеть. Для Путина созданы все предпосылки для психического недуга. Это холуйство, подхалимство, лицемерие, ложь. Все вокруг там говорят, какой ты великий и так далее. И заболеть может страна. Германия болела в 30-е годы. И мне кажется, сейчас Россия болеет. И мне кажется, что, я сейчас опять на пафосную, конечно, почву вступлю, но это правда так кажется, что Бориса Немцова, и не только мне, что вот чем дальше, тем больше ощущения, что его не хватает. И чем дальше, тем величина этой потери Бориса Немцова как политика, как того, кто сейчас мог бы тоже действовать против Путина, вот это ощущение этой величины потери усиливается. Или это просто из-за такого вот образа, который он остался таким героическим погибшим бойцом антипутинцем? Ну, мне трудно, мне трудно говорить, и трудно быть объективным, потому что мы дружили, и для меня это прежде всего гибель друга. И я, конечно, не могу быть заведомо объективным, да? Это я прекрасно понимаю. И тем не менее, ну, начнем с человеческого. Понимаете, какая штука? Это опять звучит наивно и, может, пафосно, но Немцов был честным человеком. И в какой-то момент это частное качество, ну, честный человек, да? Оно становится политическим качеством. И в какой-то момент честность Немцова становится несовместимой с пребыванием, и с пребыванием во власти, а потом и с жизнью. Потому что погиб он из-за своей честности, из-за того, что он сказал правду, да? Совершенно внятным, правильным русским языком, найдя правильные слова. Он погиб из-за этого, видимо. Да, он честный человек. Я из... Простите, что я сбиваюсь на личные воспоминания, но главное из моих воспоминаний о Немцове, когда он говорил про Путина, без телекамеры вдвоем, когда мы с ним разговаривали, да, общались, это был тот же темперамент, это были, да, это была та же искренность. То есть он не включался под телекамеру, как очень многие политики, которые очень сильно различаются под телекамеру и при выключенной и включенной телекамере. Просто разные люди, да? Ну, Жириновский как образец, да не только он. Да, просто работа такая, да, а не щелчок. И вместе с телекамерой у него включается глаз, пафос, политические позиции. А Немцов был таким, вот каким вы его видели, вот так, как он разговаривал, это был он. Он был честный человек. И катастрофическая нехватка, ну, при Путине не может быть честного человека нигде в политике. Все честные люди выдавлены вон или сидят в тюрьме, да, или убиты. При Путине просто не может быть на поверхности политически честного человека. Немцов был, конечно, одним из тех, это пропущенный, потерянный шанс России. Про него говорили, что он неизбираемый именно из-за его непафосности, из-за его нормальности. Ну, политик же должен быть с насупленными бровями, да, с дистанции от этого пипла. Он должен куда-то везти такой, он должен быть весь пафосный, да, и, так сказать, дистанция, дистанция от народа. Он вождь. А нет, Немцов не был вождем, да, дистанции никакой не было. Он умел разговаривать. Он разговаривал с ментами так, что они выслушали открытку. Он разговаривал, и его понимали, и именно его способность нормальным языком разговаривать с бабушками, с ментами, с людьми не чересчур образованными, он находил слова, простые нормальные слова, которые он объяснял, вот как в этом интервью. Просто объяснял довольно сложные вещи, объяснял очень просто. И, конечно, он был очень... Чем дальше он становился бы, да, еще опаснее для власти. И, собственно говоря, по его младшему другу и в каком-то смысле ученику, по Володе Карамурзе, да, мы видим, мы видим судьбу, судьбу Немцова. Нет, он не мог бы быть... Он бы не уехал, и он бы сел в тюрьму. И это понятно, да. Я сказал, это понятно, это была его присказка, это понятно, говорил. Да, мы... Да, в Немцов, конечно, упущенный шанс. То, что к нему относились немножечко... Да, если вот, значит, Новодворского считали демшизой, а Немцова, ну, ну, горе, ну, он обаятельный, хороший, ну, он же... Это же не серьезно. Ну, есть же серьезные люди. Помните серьезных людей? Скобов какой-нибудь, Примаков, Зюганов, да, серьезные люди. А тут, ну, вроде, да, обычный, талантливый, веселый, обаятельный, психически здоровый, да, и это оказалось несовместимым с представлениями, с нашими, увы, нашими, да, суммарными российскими представлениями, о будущем нашей страны. Ну, вот, живем теперь под этим чмом, да, уголовным. А Немцов нам был несерьезно. Ну, несерьезно. Ну, куда? Ну, Боря. Чем больше времени проходит, тем больше понятно, что этот Боря, это, значит, поразительно, да, досадно упущенный наш шанс на какую-то другую жизнь, другую судьбу. Сложность были утоляющим, конечно, в наши времена, но я все время это повторяю. Ну, тут на прошлой неделе, в конце недели, значит, пришла весточка от шамана Габышева, это такой политзаключенный, кто не помнит, шаман, который шел свергать Путина, все смеялись, стал не до смеха, когда его посадили в психиатрическую лечебницу, хотя он намного здоровее многих обитателей Кремля, как теперь стало понятно. Так вот, он сказал очень короткие слова, но попросил их прям передать людям. Он сказал, наступают решительные времена, ничего не бойтесь. И как-то так он в момент попал, что мне вот наоборот теперь страшно. А вы что думаете, наступают решительные времена? Послушайте, это никто не может знать заранее. Потом, я уже говорил, принцип цыганского гадания. Мы вспоминаем то, что сбылось. Потом мы вспоминаем то, что сбылось. Если сбудется, скажем, о, он говорил, не сбудется, забудем, просто не вспомним. Да, да, поэтому мы этого не можем знать. Это может случиться послезавтра, да, а может случиться через десятилетия и как-то, а может не случится. Может, может так вот в сторону Северной Кореи так ползком и доползем до единодушного, до единодушия уже северокорейского. Непонятно, непонятно, но все-таки ощущение, ощущение некоторой исторической турбулентности, турбулентности есть и ощущение, которое может, конечно, обманывать, что что-то может произойти на нашей, на нашей жизни и в ближайшее, исторически ближайшее время. Все-таки это ощущение меня не покидает. Может быть, это я себя, может, это самообман, может, я, значит, желаемость и действительно это принимаю. Повторяю, посмотрим. Но, если мы говорим о более утоляющем, говорят, цель не что, движение все, это может быть не совсем так, применительно к каким-то политическим переменам, все-таки желательно, чтобы они произошли, но вы знаете, ну, как банальная вещь, надо просто прикладывать усилия, надо просто пытаться делать то, что ты можешь, чтобы не было, как было сказано, мучительно больно потом. То, что самое мучительное, это ощущение, что ты не доделал, что ты мог что-то сделать и не сделал. А может быть, ты сделал бы, ничего не изменилось, но не так досадно, не так досадно. В пьесе «Жизнь Галилея» Брэхтовской Галилей говорит в конце пьесы, что был момент, когда я был сильнее их, когда можно было все, когда можно было победить. Я не понял, что в какой-то момент я был сильнее их. У нас был такой момент, когда мы были сильнее их, мы его упустили, я имею в виду проспект Сахарова, болотную площадь, так сказать, одиннадцатого, двенадцатого годов. Мы были сильнее их, и это упустили. И новая синусоида тоже может быть, надо просто делать, ну банально, делать свое дело, а там как получится. И Габышев в каком-то смысле делает свое дело. Он шаман, он свое шаманское слово сказал, но этим шаманским словом самим по себе, по щучьему или шаманскому велению история не изменится, но совет-то правильный, совет как в песне Галича, не надо люди бояться, совет универсальный, он может высказать от Галича, а может от шамана Габышева, может от Януши Корчика, но совет-то правильный. Ему следует, следует следовать, в праздниках того. Будем следовать в меру сил, здоровья и полученного образования. Спасибо большое, Виктор Анатольевич, что пришли к нам поговорить. Я хочу сказать, что вот этот терапевтический эффект, который описывают многие наши зрители в комментариях, я на него рассчитываю, намеренно стараюсь его сделать. Если вы его заметили, пожалуйста, уважаемые зрители, поставьте лайк этому видео, так вы нам помогаете его распространять. И это вот не ради нашего тщеславия, честное слово. Ну и подпишитесь, подпишитесь на Ходорковский лайф, если почему-то еще нет, и обязательно комментируйте нас по возможности, не обидно и цензурно. Мы все читаем. Скоро увидимся. Счастливо. 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 Счастливо.